Всем привет! С вами снова я, Зейн Адвенчур. И сегодня я буду делать финальный обзор на лего динозавров. Сегодня будет обзор на китайского малыша и взрослого китайского индоминус рекса. Что можно про них сказать? Ну, в принципе, у него всё так же, как и у тираннозавра. Вот тираннозавр. Кстати, он немножечко длиннейший, чем тирекс. Ну, совсем немножечко. Вот это можно доказать. Можно сейчас... Я возьму у них головы и челюсти. Вот, я снял у них. Вот, можно повесить челюсть тирекса на индоминусу. Ну, она даже не влезает сюда. Вот, какая она короткая челюсть. А, на тирекса челюсть индоминуса уже налазит. Ну, вот, какая она длинная. Да, конечно, это всё странно смотрится. Так что лучше я верну всё на свои места. Так, тирекс, держи. И индоши тоже получай. У индоминуса... Сегодня, наверное, часто буду упоминать тирекса. А что у него не вкрепляется-то голова? А, вот, всё. У индоминуса чуть шире открывается пасть, чем у тирекса. Давайте я вам это покажу. Вот. Как видите... Ну, вы ничего не видите. Вот, теперь видите. Вот, тирекса не так высоко... Не так низко задирается. У индоминуса очень низко. Ладно, отложу пока тирекса. У индоминуса добавились большие лапы. И две детали. Одна деталь, вот, как раз сама эта рука. А вторая кисть. И эксклюзивная особенность этого динозавра... Вот, сейчас возьму человечка. И вот, он может хватать мини-фигурки. Вот. Доказательство, что я его не сдержу. Вот, он даже может его вот так повернуть, и он держится всё равно. Ну, ладно. В остальном у индоминуса всё то же самое, что и у тирекса. Интересные факты. Так как это гибридное существо, ничего о его жизни особо сказать нельзя. Да, тем более он появлялся только в фильме. Мир гёртского периода. У него... Вот самое интересное, что про него можно сказать. В его генах, в его ДНК присутствовали гены. Основное. Тираннозавр дополнительный. Велонцераптор. И укрепительная гадюка. Древесная лягушка. Каракатица. И просто так пошалить не, наверное, решили генетики. И добавили в его ДНК гены. Рукопса. Маюнгозавра. Тирезинозавра. Карнатавра. И вот эти все существа влезли в одном вот этом динозавре. Теперь обозрею детёныша. У него также открывается пасть. Также двигаются лапки, в принципе, как у дирекса малыша. И также двигаются ноги. Что ж, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Потому что чем быстрее это видео наберёт 15 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Это был финальный выпуск обзоров на Лего динозавров. Потому что больше динозавров у меня пока что нет. Возможно, в будущем будут. Всем спасибо за просмотр. Если вы не хотите пропустить новые видео, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Ну, а с вами был Зен Адвенчур. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok